Куриное мясо 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 чтобы у курицы не было паразитов или ты создаешь ей такие условия в которых она не может подхватить гельминтов в деревне невозможно это невозможно хорошо тогда уточните мне все таки коль скоро мы тут начали говорить про препараты противогельминтные про антибиотики ну мы же понимаем прекрасно что на птицефабриках тоже люди не святые там они тоже их дают безусловно когда у вас огромный птичник на 30 на 50 тысяч птиц и высокий шанс заразить и потерять поголовье вы используете антибиотики но мы используем их на старте роста птицы когда он еще крошечный цыпленок 37 дней и на этапе инкубации яйца хорошо вопрос если какая-то норма вот мы должны прекратить использование антибиотиков за какой-то промежуток времени до того как эта птица уйдет в продажу либо государство регламентирует не использовать за две недели до забоя но в реальности не используется уже за 21 день до забоя то есть следовых количествах антибиотиков мы не находим готовой продукции ну просто это же один из самых актуальных мифов на которые я хотел бы обратить внимание хорошо с антибиотиками спасибо так а может им еще и прививки делают да есть такая процедура вакцинации но к сожалению я слабо в этой день оказывается им еще и прививки делают хорошо тогда последнее что самое нервное антибиотиков следовые количества за три недели до того как забьют несчастного цыпленка уже ему ничего не дают то их практически он освободится уже это здоровая птичка с гормонами роста как дела для сегодняшней птицеводческой индустрии использование гормонов роста нерентабельно броллер и так быстро растет в таких условиях в которых их содержит он мало двигается у него прекраснейший рацион с пробиотиками пребиотиками лактобактериями с водорослями когда вам говорят что используются ускорители роста ускорители роста используются но это не гормоны так называются элькарнитин метионин все то что вы пьете когда идете спортзал чтобы немножко нарастить мышечную массу что было аминокислота потому что невозможно столько есть белка качаясь в спортзале вот то самое используется просто классно скомбинированная система питания и кормят дай бог чтобы меня так кормили хорошо главное чтобы судьба была другой да да и так друзья мои вопросы для замечательного здравствуйте подскажите пожалуйста какие есть рекомендации или может быть нормы безопасности при приготовлении промышленной курицы для ребенка то есть может быть нужно как-то специально и перед этим обрабатывать или в этом нет никакой необходимости для промышленной курицы перед упаковкой используется инверсионное охлаждение то есть курицу промыть нужно под холодной проточной водой и железное правило несмотря на то что промышленная курица не страдает сальмонолизом она живет в идеальных генических условиях есть правила пищевой безопасности режете на досточке сырую курицу досточку и нож моем после этого на этой досточке не режется ни салат ничего другого еще вопрос здравствуйте и все таки что лучше ребенку покупать курицу у бабушки или все-таки в супермаркете если вы хотите высоких выраженных вкусовых качеств супа вы покупаете курицу органическую или деревенскую но в случае если вы полностью уверены в человеке который ее производит полностью уверены в любом остальном случае не парьтесь покупайте бролера это абсолютно безопасно вы можете использовать для питания юлечка и последний вопрос от меня чтобы мы вас уже так замучили почему домашняя курица такая желтенькая специфика формы на промышленном предприятии кормят первую очередь кукурузой основа рациона а домашняя курица потребляет больше овощей это может быть морковка зелень и все остальное каратин да это дает своеобразный цвет спасибо итак друзья многие тайны куриного мяса перестали быть тайными благодаря нашему эксперту спасибо юля а мы продолжаем у нас впереди еще много интересного так друзья скажу вам честно мне было крайне сложно подготовиться к нашей сегодняшней теме ибо нигде в мире эта тема не обсуждается эта тема обсуждается только на форумах нашей страны вот эта связь хождение бешапки с генетитом это какая-то наша местная особенность дорогие друзья прекрасно иметь дело с адекватными здравомыслящими родителями подписывайтесь на наш канал